Здравствуйте дорогие наши любимые подписчики! Вот и началась очередная серия о наших маленьких пушистиках, о котике Кузи и его старшем брате Котичевачке. Кузи пока на реабилитации, он из дома не выходит, только как маленького на руках в теплице носим в туалет. От очень большого желания погулять Кузя, в доме все места по-новому изведывает. И когда ему скучно, что очень часто бывает, он нас по ночам будет. Ну а когда наступает утро, Кузя с удовольствием ложится спать. И трогать я его никому не советую, а то все шансы будет увидеть, как он на передних лапках ходит. Сейчас мы с вами посмотрим не вышедшие летние видео. Тебе кто носик поцарапал, мой хороший? Пап, ну ты прям как маленький. Бандитские шрамы у тебя. Ну так поцарапали чуть-чуть, ничего страшного. Ты защищал участок наш, я знаю. Боевые шрамы украшают настоящих котов. Ну конечно же я знаю, что ты это не одобряешь. Но кто-то же должен разгонять банду котов. Вот смотрю на лето, даже душа радуется. Газон почти не кошенный, лук с чесноком растет. Ой, как подумаешь, что это все нужно убирать, аж лапки отказывают. Ну а это вы уже все знаете. Это ковер-самолет. Кот. Я на нем планирую иногда в магазин за молоком летать. Но в нем пока что-то сломано. Папа обязательно починит. Ой, как я посмотрю, что я снова дома. А чувачок на подоконнике гуляет. А я сейчас болею. Мне совершенно не очень хорошо становится. Вот бы мне совсем сейчас не мешало бы пойти травку потоптать. Или на худой конец хотя бы на подоконнике посидеть вместе с чувачком. Но он же мудрый и старше меня котик. И все хитрости знают, чтобы его на улице выпускали. Но ничего-ничего. У меня со временем тоже опыт проявится. Вот. Были же те времена, когда я ходил по травке. Сколько листвой нападало, никто не убирает. Если не уберешь ее сейчас, уберешь весной. И как присуще многим людям, листву собирают в кучи и поджигают. А потом все вокруг задыхаются. Ну, я так понимаю, это специальная дезинфекция легких производится. Ой, хочу вам что сказать по секрету. Не только коты травоядные. Ну и папа с мамой мои тоже травку едят. Только они ее сами себе сажают. Вот честно хочу сказать, я ее на грядке пробовал. Она совершенно несъедобная. Не ешьте ее. А вот здесь я хочу с крышенком подружиться. И по-моему, это мне очень сильно удается. Он такой маленький, а такой страшный. Я его порой боюсь. Я хоть котик неизвестной породы, но какая-то крысоловная жилка во мне присутствует. Крещенок, ты не бойся, я тебя не съем. Я просто с тобой поиграю. Как ты мог заметить, я даже коготочки не выпускаю. Играю с тобой только подушечками. Ну вот я снова на ковре самолете. Сейчас светит солнышко. И на него будут вылазить всякие безбилетники. Ящерицы, муси всякие. Ну я как кондуктор их буду всех разгонять, чтоб ковер не затаптывали. Ну солнышко ушло, полежу я на плитке погреюсь чуть-чуть. Она теплая и за день полностью нагрелась. Вот я хочу у вас поинтересоваться. А вы можете, как я, ушки самолетиком сложить? А вот я могу. Кто тут-то спит? Хе-хе, чувачокик. Ну вот папа опять хулиганит. Спать не дает. Но я непробиваемый кот. Что бы папа ни делал, он же делает все любя. Но я же не виноват, что я такой красивый, что мимо меня никто пройти не может, не потрогая. Чувачокик! Чувачок! Чувачокик! Ну да, зови, зови. Кискай, кискай. Я буду делать вид, как будто не слышу. А весь пример-то я взял с тебя, а? Когда к тебе прихожу помуркаться, ты тоже притворяешься, как будто спишь. Вот Пепа молодец вместе с мамой. Такие лежанки хорошие они сделали. Мама кофты свои дала, а Пепа сделал. Как вы все понимаете, внятное умывание. Если кто не знал, посмотрите, как я внятно умываюсь. Хе, у него внятное умывание. Вот у меня внятное лежание. Внятней не бывает. Если кто-то желает научиться, смотрите, как надо. Возьмите свою лапку и положите ее под щечку под правую. И обязательно у вас все получится. Спасибо вам за то, что вы есть на белом свете, добрые люди. Низкий вам поклон. Обязательно мы вас всех ждем на наших роликах снова и снова. Всем удачи и добра.